Зрелище. Традиционное рукопожатие в центре ринга. И первый раунд. Итак, мы с вами видим, что соперники проводят разведку боем, не спешат форсировать события, изучают друг друга. Хотя, наверняка, можно сказать, что уж эти два зубра знают друг о друге все и изучили друг друга вдоль и поперек. Ну и стоит вам, конечно, представить оппонентов. Соперник нашего спортсмена, представитель Грузии, по фамилии Гогия Лидзе. Так, соперники не спешат пока проводить никаких активных действий. И за пассивное ведение боя, конечно же, арбитр может и покарать борцов. Продолжается позиционная борьба. Соперники ищут момент, чтобы провести прием. Ну, посмотрите, попытка прохода в корпус со стороны российского спортсмена, но грузинский атлет четко все увидел, отследил и не дал россиянину провести прием. Соперники работают в партере. И сейчас их вновь поднимут в стойку. Сейчас на наших с вами экранах тренер российской команды, который что-то активно советует нашему соотечественнику. Бой надолго остановлен, но сейчас он возобновится, потому что, слава богу, с нашим спортсменом все в порядке. И схватка продолжается. И вновь попытка Гацалова пройти в ноги, но, к сожалению, она не увенчалась успехом. Грузинский спортсмен Гагелидзе продемонстрировал опять-таки хорошую защиту. И довольно неудобной ситуацией оказывается Гацалов. И конец первого раунда. Перерыв будет 30 секунд, а затем схватка вновь возьмет старт. Так, мы с нетерпением ожидаем продолжения этого поединка. Нет, и судья делает внушение грузинскому спортсмену. И схватка вновь начнется с центра ринга. Тут же грузинский спортсмен получает возможность пройти в ногу, но не сумел ее использовать должным образом. И Гацалов сейчас попытается, наверное, перекатить своего оппонента. Нет, к сожалению, у него не получается провести этот прием. И вновь схватка прекращена. Переломить ход поединка в свою пользу. И у нас все готово к началу второго раунда. И вот он стартовал. И давайте с вами смотреть, что же предпринят наш самим олимпийский чемпион. Вновь позиционная борьба. Соперники выжидают момент, чтобы провести молниеносный прием. Попытка грузинского спортсмена пролезть в ноги Гацалову. И Гацалов тут же отвечает ему тем же. Но оба спортсмена на чеку. Как бы попытался сейчас раздернуть своего оппонента Гацалов. И тут же борьба переходит в партер. И спортсменов поднимают в стойку. Из-за отсутствия каких-либо активных действий со стороны каждого из них. Гацалов прошел поистине захватывающий путь на этом турнире. Сначала обыграл китайца. Потом вышел на представителя Кубы Батиста Микела. И в полфинале одолел канадца Давида Зильбермана. И сейчас борется в финале с грузинским борцом. Ну что мы с вами видим? А мы с вами видим, что судья делает внушение Гагелидзе, чтобы тот не упирался рукой в лицо Гацалову. И борьба вновь возобновилась. Гацалову нужно предпринять какие-нибудь активные действия, потому что он проигрывает. И сход схватки пока не в его пользу. Вновь попытка пролезть в ноги грузинскому борцу. Но она, к сожалению, ничем не увенчалась. И, посмотрите, проходит в корпус Гацалов, но надо бросать. Нет, не получается. Грузин отлично защищается. И попытка переката. И как оценит судья это техническое действие? Посмотрим. Итак, третий раунд. Боя, в котором борется Хаджи Мурат Гацалов. Мы с вами, конечно же, болеем за него и поддерживаем. Ну, что такое, схватка вновь прекращена. Вновь попытка взять захват со стороны Гацалова, Хаджи Мурата. Но грузин срывает захват. И попытка пройти в ноги со стороны Хаджи Мурата. Но нет, к сожалению, опять нет. Не удается. Не удается провести прием. Извиняется Гагелидзе перед Хаджи Муратом. И как балерина попытался уйти от прохода в ноги грузинский атлет. И Хаджи Мурату удается пройти в корпус. Но грузин очень четко защищается и не дает Хаджи Мурату провести прием. Но у Гацалова присуждают бал. И, похоже, еще два. Да, Хаджи Мурат повел 3-0. Это уже радует нас с вами, несомненно. Проделал грузинский спортсмен на пути к этому финалу сначала. Сначала был повержен словакский борец. Потом Гагелидзе вышел на представителя Ирландии. И затем уже боролся в полуфинале, простите, в четвертьфинале с представителем Казахстана. А потом уже Гагелидзе выбил из розыгрыша чемпионата мира белорусского борца, которого зовут Шейков Руслан. Ну, а тем временем у нас проходит третий раунд поединка, в котором Хаджи Мурат борется с грузинским спортсменом. И напоминаем, что, к счастью для нас с вами, он ведет 3-0 и вновь, вновь прекрасные действия российского борца приносят ему очередной балл. И счет уже становится 4-0 в пользу россиянина. Посмотрите, как радуются представители российской команды. И Хаджи Мурат Гацалов побеждает в этой схватке на радость нам с вами. Посмотрите, как радуются зрители. Ну и, конечно же, мы с вами. Тяжеленный бой. Очень тяжело досталась эта победа Хаджи Мурату Гацалову. И все-таки он вырвал, буквально-таки на зубах эту победу. И мы с вами видим, как изможден грузинский борец. Но Хаджи Мурат Гацалов очень заслуженно победил и завоевал звание сильнейшего на планете на чемпионате мира в Китае.